Дети войны, рано повзрослевшие, рано осиротевшие, пережили столько, что хватило бы на несколько жизней. Когда мы вспоминаем трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, перед глазами невольно встают образы маленьких героев тыла. Анастасия Михайловна Столярова, жительница деревни Челкаса Чебоксарского района. Месяц назад ей исполнилось 90 лет, но годы войны женщину помнит хорошо. Когда объявили войну, Анастасии было всего 10 лет. Все было тяжело, холод и холод. Кряж был, холод был. Очень тяжело было. Но с холода и с холода не умирали. Мама нам умирать не дала. В 1941 году отец Анастасии Михайловны добровольно ушел на фронт. Дома осталась мать с пятью детьми. Женщина помнит, как у них в доме собирались жены тех, кто ушел воевать. И грустили. Песни били и ждали. Очень даже, очень даже. Все встали, все встали. У Столярова пришел, куда вместе мама пошла спрашивать. И он сказал, вместе сошли в войну. Они не вышли. Отец Анастасии Михайловны пропал без вести. Если бы вернулся, то, возможно, дочка смогла бы выучиться на библиотекаре, как мечтала. Но осиротевшая семья жила бедно. Анастасии пришлось остаться работать в колхозе. Там за хорошие успехи ее выбрали бригадиром. После выхода на пенсию Анастасия Михайловна работала санитаркой. Много работала, много ходила. Я все время ходила, ходила, ходила. Я скажу, жизнь движения. Движение, жизнь, я думаю. Сегодня Анастасия Михайловна по-прежнему активна. Старается помогать внукам и правнукам. А их у нее 20. Она вполне счастлива и лишь иногда очень редко задумывается, а как бы сложилась ее жизнь, если бы не было войны. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика.